Добрый вечер всем. Это Вадим Босников. Я открываю очередную нашу встречу. Тема сегодняшнего обсуждения будет странное такое пацанское название. Косяки. Дело в том, что если на других площадках ставится вопрос, как овладеть вот этой тяжелой наукой, тяжелой наукой юриспруденции, как постичь какие-то законы, правила, процедуры, то нам приходится ставить вопрос немножко о другом. О том, что систематические нарушения, которые говорят о преступном умысле, демонстрируемые государством в лице судов и участвующих в них, как нам кажется, с легкостью раскрываемых мошенников, состоит в том, чтобы нагромоздить так много нарушений, чтобы мы не в состоянии были в них разобраться. Поэтому в какой-то мере нам необходимо классифицировать вот эти нарушения, в какой-то мере упорядочить многочисленные, бесконечные нарушения. Как-то их, чтобы можно было их обозреть, значит, и потихонечку предъявлять, понимая, что одно, это мало, что идет, что нас дурят системно во всех направлениях. Маленький приведу пример. Вот моя жена разбирается в музыке и она обсуждает, присылает концерт, она обсуждает с участником концерта эту музыку и говорит, я слышала флейта фальшивила два раза. Я ей говорю, а вот в наших концертах ни одной, ни одной ноты правильно не прозвучало. Мы все время участвуем в концертах, в которых дикий кошачий виск, в которых, да, есть какая-то партитура, есть что-то должны они исполнять, никогда, никогда ни одной ноты, которые прописаны в законе не исполняются. Все фальшивое, все сбито с ритма, все полное, полное, как сказать, какофония. Вот в этом мы варимся, вот в этом. Поэтому мы должны идти с открытыми глазами, да. Это, конечно, мы понимаем, что это не процесс, что это не судья, что это не истец, а мы не ответчики. Мы нам навязывают такую роль. Хорошо, иногда мы притворимся, как будто мы играем в эту роль. Да, когда надо, сбрасываем и разоблачаем. Мы свободные люди, мы защищаем свои законные права, свои законные интересы. Мы защищаем будущее наших детей, мы защищаем, в конечном счете, интересы общества и государства. Государство не должно прослыть на весь мир. Позорить нельзя без конца государства такими косяками. В этой теме косяки мы рассказываем, что судья обязан при рассмотрении поданного искового заявления о взыскании задолженности или отказать в принятии, или возвратить, или оставить без движения. Вот эти три варианта, они очень похожи. Ну, в общем, они похожи. Они связаны с тем, что этот иск не принимается. Но у него разные глаголы. Нам постигать и повторять и учить – это невозможно. Мозг это не переваривает. Поэтому я сделал шпаргалку. Шпаргалку. Раз и посмотрел шпаргалку. И отказать, или возвратить, или оставить без движения в шпаргалке написано. Просто читать. Потому что выучить это, ну, просто невозможно. И все. И общий смысл такой, что государство, ГПК Российской Федерации установило правило. Исковое заявление должно быть иметь, отвечать требованиям к форме и содержанию. Любое исковое заявление о взыскании задолженности по услугам ЖКХ, любое, не отвечает этим требованиям. Любое. Любое. Каждое. Вот, ну, понимаете, никогда не мог... Вот, любое. Дайте любое. Открываем и говорим. Нарушена статья. Или 134, или 135, или 136. Вот они как раз. Отказать, возвратить или оставить. Все написано. Повторять и озвучивать. Ну, бессмысленно. Потому что я вам говорю, это должно работать не на память, а на руки. Раз. Вытащил. И прямо по шпаргалке отрапортовал. Только, значит, проглотили. Только вот этот плевок проглотили. Тут же следующий. Только проглотили. Еще один. И вы столько косяков сделали. Я-то при чем? Я просто фиксирую, я констатирую, пока я сделал дюжину. Больше... Ну, я могу, конечно, продолжить. Но вот там дюжина. Пожалуйста, посмотрите. Пожалуйста, применяйте. Я все сказал. Спасибо. Продолжение следует...